всем привет дорогие друзья гости нашего канала пока османчик спит решила вот с вами еще пообщаться еще на одну тему общаюсь с вами потому что как вы знаете мы живем в турции круг общения у нас очень-очень узкий у меня на моем канале более 15 тысяч друзей почему бы и не пообщаться вот вот так с помощью камеры подискутировать сегодня я хотела бы поговорить с вами о различии воспитания детей в турции и россии ну всем понятно что менталитеты разные и поэтому дети очень сильно разнятся но так как нам предстоит жить в этой стране в турции и так как я сама российского советского воспитания у меня очень сильно сильно режет скажем так глаз и ухо то как поведение турецких детей и наших российских детей русскоговорящих будем условных называть очень долго наблюдала за воспитанием детей в турции про российских детей я не буду рассказывать не только российских но постсоветского пространства там возьмем и казахстан и беларусь наверное у них все-таки каноны остались однотипные да то есть если мы с вами занимаемся воспитанием детей именно занимаемся воспитанием детей а это и развитие ребенка с пеленок то есть приучаем детей ходить кушать и с ложки приучаем элементарным вещам учим детей по самообслуживанию то есть банально сесть на горшок приучаем горшку к унитазу что еще вовремя пытаемся вести прикорм 6 месяцев отдаем детей в различные кружки по интересам то есть мы в россии привыкли тщательно тщательно тщательным образом подходить к воспитанию детей ну есть конечно исключение есть такие семьи где по ряду обстоятельства родители не могут заниматься воспитанием либо по состоянию здоровья либо по нравственным понятиям либо это какая-то как говорят неблагополучная семья да кто-то целыми сутками пропадает на работе и понятие воспитания тоже у них отличается от стандартной российской семьи но в двадцать первом веке как вы все видите что очень много есть возможности для развития детей это и спорт школы и школы музыкальные и художественные то есть разнообразие огромное чего не могу сказать о турции много семей видела общалась наблюдала здесь понятие воспитания детей она какую-то такую абстрактное и честно говоря них никого не хочу обидеть и я не хочу сказать что турецкие мамы и дети плохие или еще какие-либо просто хочу подчеркнуть то что у нас очень сильно разится понятие воспитания детей если здесь в турции ребенок спит допустим до 11 часов дня может и до 12 то это норма то есть ребенок высыпается встает тогда когда ему заблагорассудится да это обусловлено тем что детей не укладывают на тихий час скажем так дневного дневного сна как такового нет вот если ребенок упал в 6 часов вечера поспал час-два он встает затем ходит до часу ночи вместе с родителями очень поздно турки ложатся спать и просыпаются поздно так же поздно ну тут понятно да что ребенок поздно лег поздно встанет обусловлено еще это тем что мамы здесь как правило не работают поэтому ребенок может просыпаться во сколько ему заблагорассудится и вторая причина это то что они очень поздно завтракают то есть если глава семьи работает он уходит на работу и завтракает у себя на рабочем месте как правило завтрак у них примерно в районе 10-11 часов домашний обедают также в 10-11 часов дожидаясь всех членов семьи которые проснутся и плавно это все переходит в обед то есть за чашкой чая за разговорами сидят до 12 часов и скажем так это у них получается завтрак обед вот как правило здесь двухразовое питание я как вы знаете была замужем за турками и в его семье так было принято что в 10 в 11 это завтрак и в жару они могут устроить какой-нибудь фруктовый перекус и вечерний вечерний прием пищи это когда солнце уже садится уже не не нет изнуряющей жары и они ужинают поздно уже на часов 8 начинает ужинать вот что касается питания детей очень сильно меня удивляет и возмущает можно даже так сказать что детей у детей нет такого понятия здесь турции нет понятия прикорма то есть в шесть месяцев ну может быть кто-то раньше кто-то позже они начинают кормить детей со стола со взрослого стола то есть сама была неоднократно свидетелем когда мы ездили в деревню отца османа и там была девочка как раз вот возраста 5 6 месячного возраста на завтрак значит его усадили и вручили ей что и вручили кусочек хлеба кусочек сыра вот вот такое питание на завтрак было у девочки меня это очень сильно возмутило я не смогла промолчать привезла как раз собой кашки это было овсяная каша и на следующее утро я заварила эту кашу и мы предложили этой девочке в общем кашку она поела чуть-чуть и затем в обед я как-то сварила куриный бульон нет на ужин прошу прощения на ужин мы как-то сварили то есть для себя мы конечно отдельно питание готовили потому что ну их их питание не совсем устраивает меня мы не привыкли к такому питанию таким блюдом и когда я сварила куриный бульон с лапшой и накормил эту девочку но с удовольствием съела куриный бульон с лапшой не крепкий куриный бульон конечно же по моему она уже была постарше где-то что-то 8 8 месяцев не в 6 месяцев я давала бульон где-то 8 месяцев уже чуть постарше предложила на с удовольствием съела целую тарелку бульона объяснила невестки грунт примерно вот так можно кормить но не думаю что она меня послушалась потому что невестка тоже как взрослый человек и сама решает чем кормить своих детей поэтому по поводу питания тоже очень сильно разиться что нет такого понятия что там какие-то пюре овощные водить мясные пюре все сразу с взрослого стола может быть поэтому они многие дети такие тучные так как они начинают есть и калорийную пищу также да как и родители мое предположение поэтому я так полагаю в детских магазинах нет особо выбора детского питания максимум что вы можете встретить это какие-то фруктовые пюрешки ну и неудивительно если бы было желание у родителей у турецких мам тут круглый год сезон овощей и фруктов можно делать пюре самим но они этого не делают к сожалению в отличие от нашего российского воспитания турецкие мамы не заморачиваются по поводу развития детей на дому либо в каких-то специализированных школьных образовательных учреждениях таких как художественная школа спортивные секции здесь этого нет очень малый процент отдают детей уже чуть постарше в такие спортивные клубы школы по желанию детей такого понятия чтобы научить ребенка там считать писать ну научить различать фигуры научить счету здесь такого нет это редко редкое исключение вот и что самое интересное что здесь не приучают детей элементарно даже горшку то есть дети до пятилетнего возраста могут ходить в памперсах ну вот в общем обрисовала вам картину воспитания в турецких семьях вот чем еще отличается воспитание детей то что детям позволено все абсолютно все то есть эти капризы и тепла этот плач он расценивается нормально никто за это не ругает и когда осман например нашем здесь магазине в местном уже да куда мы ходим с продуктами если он начинает капризничать мне продавцы говорят что не ругайте это нормально это не проблема если я говорю что сейчас дядя будет ругаться уже не раз так говорила ему что дядя сейчас будет ругаться закрой пожалуйста дверь допустим да работает кондиционер магазине осман всегда открывает дверь и дверь и держит ее открытой у кассы как правило и и дядя всегда отвечает нет нет я не злюсь я я нас мальчика не могу злиться в общем все продавцы его очень полюбили все его знают уже по имени здороваются и вот когда осман что-то просит плачет или еще что-то бывает так что продавец от себя что-то дарит там я не знаю допустим шоколад куда или там вафли поэтому капризы детей здесь стараются удовлетворять кто-то может быть скажет что от этого они становятся капризными ну как сказать я не думаю что дети здесь будут капризничать например уже подростковым возрастом купи мне мотоцикл да и требовать от родителей нет здесь несмотря несмотря на вот такое воспитание турецкие дети очень уважительно относятся к своим родителям к старшему поколению к окружающим вот к чему я в принципе и вела что режет мой глаз и ухо несмотря на такую разницу в воспитании детей казалось турецкие дети должны были чем-то отличаться в худшую сторону от наших российских детей наши российские дети скажем так более скованные менее общительные я сужу даже здесь по нашим соседям я общаюсь например вижу идет женщина с детьми я пытаюсь пару слов например задать детям русскоговорящим и дети как-то вот наши дети они сжаты вот честно вроде все замечательно мы занимаемся воспитанием мы развиваемся всесторонне развиваем детей но в плане общения имеется ввиду в плане открытости наши дети закрыты я допустим вывожу ребенка на детскую площадку там играет идет и вы уже видели я снимала как так сюжет что играют наши дети играют турецкие дети каждый раз когда мы выходим к нам на встречу бегут дети постарше османа где-то им 8-10 лет бегут к нему навстречу обнимают целуют поднимает его на руки говорят такие фразы как какой он сладенький да мы бы его съели вот все-таки скажу что дети всегда копируют взрослых это банальное поведение взрослых их родителей здесь родители очень сильно показывают любовь своим детям не стесняясь то есть они придя с работы допустим обнимают их целуют говорят такие вещи что он там сладкий залюбленный ребенок чего не скажу чего не скажу о наших российских семьях я у меня куча знакомых куча друзей но даже выражая свою любовь своим детям мы как-то скованно это делаем что ли я не могу объяснить какая-то сжатость есть в нас самих и все это передается нашим детям и во вторых все таки они турки с пеленок с пеленок вот как ребенок уже начинает понимать осознавать там уже два года до да даже младше двух лет я не раз видела как они допустим обращение к осману что это твой брат это твой брат вы братья нужно дружить нужно любить друг друга если это дети постарше если вдруг не дай бог какой-нибудь турецкий капризный ребенок да ну я уже говорил что они есть такой у них немножко капризность такая турецких детях если не дай бог он подошел там отобрал игрушку свою обратно или еще что то обязательно родитель подойдет подведет за руку и объясняет это твой брат вы должны вместе дружить там ты должен делиться с игрушкой вы должны быть близкими любить и играть не ругаясь и не ссорясь вот это я каждый день слышу от родителей потому что их так воспитали их родители это идет из поколения в поколение вот за что суперски здоровско наблюдать это за тем как турецких детей приучают к дружбе с пеленок может быть поэтому они такие открытые друг другу и не только друг другу и иностранцам говорится вот мы приезжие да и я вам показывал уже как бы да что турецкие девочки чуть постарше там 13 15 лет пытались наладить контакт с нашими российскими девочками первыми то есть не наши дети подошли первые то есть опять вот эта зажатость какая-то неуверенность вот вот и хотелось бы в окончании сказать было бы суперски здорово соединить вот эти два типа воспитания российская и турецкая и у нас бы получились супер мега замечательные дети они так у нас замечательно но было бы это удвоено на 2 если бы мы научились также воспитывать детей в плане дружелюбности в плане открытости в плане общения чтобы меньше было угрюмости во взгляде я понимаю что солнечная страна много солнца люди очень солнечные улыбчивые это очень сильно бросается глаза мы буквально сегодня разговаривали с моей соседкой с галиной и я подметила тот факт что когда я прошлом году прожив полгода в турции вернулась в россию по своим делам и уже с первых походов магазин в пенсионный фонд неважно очень сильно отличается характер общения между людьми люди не улыбаются люди не здороваются люби люди не желают друг другу здоровья хорошего дня в турции это принято это 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 норма это в крови вы заходите в магазин с вами здороваются здравствуйте там доброе утро добро пожаловать обязательно и когда вы уходите из магазина вас благодарят и желают вам хорошего дня желаем вам хорошего дня берегите себя могут даже ответить берегите себе вот хотелось бы чтобы мы и я в том числе как-то османа научила быть доброжелательной объяснять ему что это твои братья это твои сестры здорово все таки здорово я считаю что это было бы большим плюсом наверное для всех стран немножко скопировать вот эту манеру воспитания детей из пеленок быть доброжелательными друг другу и солнечными вот надеюсь что османчик пойдя в детский сад там воспитатель как-то ну тоже научит османа быть таким хотя дети такого возраста они еще конечно многого не понимают но вот я сужу по девочкам которым 8-10 лет они как как они относятся друг другу как они относятся к младшим они их с рук не спускают они готовы там драться между собой там мальчик вот у нас двухлетний вам как-то показывала брат и сестра сестра вообще с рук его не сносит мама занята подработкой где-то днем до уходит папа тоже у него здесь на территории работает и мальчик двухлетний остается вот с девятилетней сестрой которые вполне справляется с поставленной задачей воспитания своего братишки присмотром брата точно также она относится к осману она подбегает ему как брат брат вот искренне такие чувства и на душе становится тепло от того что наше будущее наши дети относились был так с теплотой все без исключения спасибо за то что посмотрели этот сюжет до конца подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш второй канал спасибо вам за то что вы подписываетесь после того как я вас прошу сделать это прошу также поставить лайк написать комментарий что очень помогает продвижению нашего канала я вам всем желаю солнечных дней терпения доброжелания друг друга всем пока